Приветствую зрителей канала Игрофильма, с вами Рашан Айдзука. В разделе New PS3 Demo я уже выкладывал прохождение без комментариев демо-версии игры Sly, там как-то вот, Fifth and Time по-моему называется. Так вот, недавно эта игра вышла в российском PS3, точнее демо-версии на русском языке. И в честь этого я решил попробовать пройти ее заново и заодно ознакомиться с сюжетом, с русской озвучкой. Вот как раз я сейчас выбираю русский язык. Итак, у нас она называется Sly Cooper прыжок во времени. Ну что ж, погнали! Хотите узнать подробности? Конечно же хотим! Сейчас, по-моему, расскажут предысторию всей этой серии игровой. На PS3 переиздавались первые три части с PlayStation 2. Очень, кстати, неплохо, очень качественно они переиздались. Правда, они все идут на английском языке только. А так, в HD они смотрятся очень неплохо. Дело в том, что я, отложив маску и трость, решил опробовать себя на другой стороне закона. В обществе очаровательного агента Интерпола... Кармелиты Фокс. Мы с ней были знакомы давно. Причем большую часть знакомства она пыталась посадить меня. Так что единственным выходом с моей стороны было притвориться, что у меня... Амнезия. Конечно, я лгал, но нам с ней было так хорошо вместе в Париже. И какой дурак на моем месте стал бы все портить. Но я все больше и больше скучал по семейному ремеслу. Мне нужно было совершить дерзкое ограбление. Следует также уточнить, что, как и положено супервору, я краду только у других воров. Поэтому поиск цели отнял у меня какое-то время. Я намеревался ограбить одного выскочку богатея, собиравшего предметы искусства. На первый взгляд он казался примерным гражданином, даже открыл музей. Но я чуял, что дело нечисто. Надежные источники сообщали, что он ворочает миллионами на черном рынке антиквариата. И я решил, что пришла пора ему поделиться своим богатством. Как-то вечером я сидел над планом, когда ко мне, как по заказу, заявился Бентли. Бентли — мозг нашей команды. Мы с ним оба выросли в приюте, где и стали сообщниками по краже печенья. Это было наше первое дело. И с тех самых пор мы с Бентли партнерой и друзья. Я не видел его уже пару месяцев, и сразу понял, что явился он не просто так. Бентли тоже не терял времени даром. Обустраивал себе новую лабораторию вместе со своей подружкой Пенелопой, которая не меньше него была помешана на технике. Она вошла в банду во время нашего последнего дела. И с тех пор они с Бентли стали неразлучны. И тут не успели они закончить работу над неким сверхсекретным проектом, как Пенелопа исчезла. Поиски ни к чему не привели. И Бентли был совершенно подавлен. А потом он заметил еще кое-что, из-за чего совсем потерял сон. В свободное время Бентли изучал еноту-своришкус, руководство для суперворов, передававшееся в роду куперов из поколения в поколение. Там были описаны все подвиги и тайные приемы моих почтенных предков. Так вот, эти страницы, полные бесценных знаний, исчезали у Бентли буквально на глазах. Он тут же упаковал вещи и отправился ко мне. Первым делом Бентли отыскал нашего общего друга, Мюррея. Мюррей был нашим силачом. Именно он съедал все украденные нами в приюте печенье. С годами наша троица стала непобедима. Мы ощущали себя скорее семьей, нежели просто командой. Мюррей ушел в профессиональные гонки. И его фургоны на трассе уже побаивались. Не из-за скорости, а потому что он все время в кого-нибудь доврезался. Со всеми этими авариями найти спонсора было невероятно трудно. Поэтому он перешел в гонки на уничтожение, где стал невероятно популярен. Но когда Бентли попросил о помощи, Мюррей бросил все и приехал к другу. Бентли успокоил его, объяснив, что фургон Мюррея – ключ к успеху всей операции. Кармелита отбыла на очередное задание. И я отправился на встречу с друзьями в наше старое парижское убежище. Бентли устроил нам целую презентацию. И я, наконец, понял, с чем мы имеем дело. Кто-то решил уничтожить историю рода Куперов. Буквально. Впрочем, Бентли тут же предложил решение проблемы. Отправиться в прошлое. Выяснилось, что его сверхсекретным проектом была как раз машина времени. Он даже сумел уместить ее в фургоне Мюррея. Мы решили отправиться назад во времени, найти виновных и вернуть настоящее. Оставалась лишь одна мелочь. Для каждого путешествия машине требовался предмет из той эпохи, в которую мы хотели попасть. По изменениям в еноту-севоришкусе, мы поняли, что первым делом надо отправиться в феодальную Японию. Вот так мы и решились на кражу бесценного самурайского кинжала 17 века из того самого музея, что я себе наметил. Жизнь – забавная штука. И так, ребята, вы помните план, да? Конечно! Ведь у меня котелок парит, что надо! Не парит, а варит. И прекратите паниковать. Мы ведь это тысячу раз обговорили. Что может пойти не так? Все может пойти не так. Друзья, у нас всего лишь одна попытка, так что ошибиться нельзя. Ладно, ошибаться нельзя. Но расслабься. Все пройдет идеально, как по маслу. Увидимся внутри. Ну что, за дело. Ну что ж, друзья, вот игра, точнее, демо-версия началась. Как вы видели по заставке, да, озвучка довольно-таки неплохая. Теперь понятно, зачем он сейчас должен грабить. Точнее, не грабить, а украсть реликвию для того, чтобы попасть в соответствующее время. Идет обучение. В игре очень много монет везде запрятано, все предметы разрушаются. Не забудь о двойных прыжках. Прыгай, а затем я снова на кнопку крест, пока ты еще в воздухе. Точно. Еще один из моих талантов. Голоса очень знакомые. Я слышал их в озвучке игры Два мира 2, которая выходила на PlayStation 3, помимо остальных платформ. Не помню, у каких эксклюзивок сонетских эти голоса были. Возможно, дурной репутации. Хотя я не уверен. Так, ладно, собираем все подряд. Хотя, конечно, в демо-версии это нам ничего не пригодится, но хочется пособирать. Как-то я люблю это вот собирательство монеток. Если хочешь скрыть на вещи под другим углом, перемещай камеру с помощью правого джойстика. Прекрасно. Очень удобно выглядывать из-за углов. Ладно. С камерой-то мы сразу разобрались. Для взаимодействия с искрящимися объектами нажми кнопку «Избегай вертолёта в флай». Если тебя увидят, нам конец. Думаю, что справлюсь. Тут такая система, что... Блин. Автоматически он не запрыгивает как надо на вот эти предметы. Надо нажимать кружок, чтобы он на него встал. На разные вот эти вот... Как это назвать? Выступы. Поэтому каждый раз, если хотите куда-то прицепиться к чему-то, надо нажать кружок. Сейчас вертолёт пролетит мимо. Так, всё нормально, встали. Ой! А как ты нас заметил-то? Ну ладно, попробуем ещё раз. Какие проблемы? Я поломню. Избегай вертолёта в флай. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так Ай! Блин, вот я туплю-то. Взаимодействие с искрящимися объектами. Причём я эту дом-версию уже проходил, и вроде бы без проблем. Так, избегай вертолёта в флай. Вот бывает такое, что... Если тебя увидят, нам конец. Думаю, что справлюсь. Круто-круто. Так, вроде сейчас нас не видят, да? Пошли, пошли, пошли. Эй, Бентли, а езда на крыше грузовика входила в план Мюррея? Конечно нет. По плану Мюррей должен идти через переулки. А что такое? Да так, он в любом случае уже на месте. Лучше оставайтесь наверху, Смай. Не стоит рисковать и спускаться на улицу. Я понял, Бентли. Хороший вор предпочитает избегать внимания. Кстати, персонаж разговаривает, не открывая рта. Если честно, графическая игра, мне кажется, не сильно отличается от HD-переизданий с PlayStation 2. Может, правда, вот этот этап масштаб не сделан, но смотрится примерно на том же уровне. Чуть-чуть по детализированию. По идее, на PlayStation 2 можно было сделать, конечно, получше. Но тут еще, опять же, стилистика та же, селл-шеддинг. Может, из-за нее так смотрится. Примерно на одном уровне. Возможно, это даже неплохо, а возможно, что просто портированное издание было с PlayStation 2 слишком круто портированное, что я поэтому с ним сравниваю, и оно кажется примерно одного качества. Так, если как нажать, карта появится. Тут, я думаю, карта не особо сейчас нужна. Тут все, по-моему, идет линейно. Линейно. Тут еще мини-карты есть, если что-то посмотреть на опасность вертолета там. Кто не знает, игрушка вышла как на PlayStation 3, так и на PlayStation Vita. Возможно, поэтому, кстати, графика не настолько отличается. Хотя, насколько я знаю, на PlayStation Vita игра весит что-то раза в три меньше, чем на PlayStation 3. То есть, соответственно, там просто разрешение роликов и текстур меньше. Ниже и все. А вон, кстати, стоит наш друг. Ой-ой-ой, кто там вокруг речет? Охрана усиливается, слай. Держись подальше от охранников и света. И лучше не бегай рядом с ними. Еще услышат твоих огня. Я буду осторожен, обещаю. Так, где у нас тут охранник-то? Приятно вернуться к любимому делу. Охранников здесь нет сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нам сейчас, значит, на эту антенну надо запрыгнуть. И на трубу. Опа, давай-давай-давай. Кстати, я поиграл в первую часть трилогии из HD переиздания в цифровую версию. И могу сказать, что она... Не назвал бы ее простой, хотя говорили многие, что это такой простой платформер. Но для меня он не показался простым. Я очень много там падал, умирал. Приходилось переигрывать. Плюс тут есть такие вещи, как собирательство разных монет. Секретов разных. Похоже, сегодня охрану за чем-то серьезно усилили. Ладно, на этот раз повезло. Хорошо, что Соня начали переводить такие игры на русский язык, потому что они рассчитаны, наверное, больше все-таки на детскую аудиторию. И у нас в России просто детям игрушки на английском языке очень редко покупают, потому что ребенок хочет спокойно играть, а не мучаются разбираться. Единственная игра, наверное, которую у нас дети все играть спокойно могут, как это неудивительно, это GTA. Ух ты, блин, попался. Ладно, ничего страшного. По-моему, кстати, даже жизнь не бесконечная, а вот в трилогии там жизни заканчивались. Блин, прыгнул из-за того, что сзади этот лучше пошел. Быстрее, мать твою! Ай-яй-яй-яй-яй! Уй-юй-юй! Что ж такое-то, а? Надо было двойным прыжком прыгать. Ну что-то не цепляешься-то! А-а-а! Вот такие вот бывают кошмарики в игре. Ну! Да почему-то... Ладно, ладно, сейчас еще. Я помню, что туда надо было точно. Надо даже подсвечиваться вон для дурачков. Ну, для дурачков. Для меня, короче. Почему-то... Или, может, просто можно подбежать? Там снизу что-то тоже светится, кого нет. Нет, ничего не светится. Ну, вас нафиг. Ну, давай! Ну! Что ж такое-то? Может, надо еще куда-то наверх залезть все-таки. Не люблю, когда в играх вот такие моменты есть, когда вроде как он... А-а-а! Когда вроде бы все просто должно быть, но вот какие-то затупки происходят. И явно, что туда надо запрыгнуть. Интересно, он меня сейчас заденет. Да блин, да что точно! Зараза! Такие вещи, да, я не люблю. Сейчас уже все, как бы, в играх проще делать. Без всяких этих... Ну! Ну что ты, блин, не прыгаешь-то? Вроде как кружок он должен... А, может быть, квадрат нажать попробовать? Суббота. Нет! Блин, да! Что за тупняк? О, блин! А, все понятно. Здесь не надо было давай на прыжок использовать. Я говорил, что это проще простого. Да, проще простого, блин. Только додумайся, что тут. Только одиночным прыжком надо было прыгать. Ну, ладно. Решили эту проблему. Который оказался совсем не проблемой. Так вот, насчет GTA, что я хотел сказать, что дети очень легко играют в GTA, потому что они... Да, кажется, я не в лучшей форме. ...не разбираются в тонкостях сюжетов, а просто гоняют машины, мочат прохожих, отбирать их деньги. Все отлично, Бентли. Что ж, похоже, тебе придется искать другой путь наверх. По этому карнизу ты выберешься на фасад музея. И поосторожнее там, с прожектором. Думаю, что справлюсь. Ничего себе тут охрана. Надеюсь, она того стоит. Ой, там уже охранник. Ой, 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 ой. С ним лучше не связываться. Хотя, может, его и легко замочить, но не буду экспериментировать. Что там, мы слышим кого-то. Ого. Все нормально. Давай. Давай. Так, что у нас здесь. Так, нам, видимо, вот сюда нужно, да? Ну ладно, тут, в принципе, можно что-то пособирать, но, в принципе, ладно, не буду этим сморачиваться, потому что в этом версии эти все монетки, они ничего не значат. Кажется, это все стоит просто уйму денег. Интересно, какие сюрпризы ждут нас внутри? Так, соберу то, что по пути попадается. Что, главные монетки сразу же снимем, ну, то есть после разбивания сундука сразу пойти вперед, то монетки за вами не полетят, придется возвращаться их собирать. Это тоже немножко подбешивает. Аккуратнее, это тот самый световой люк, но он закрыт. По моим сведениям, ключ есть у охранника. Не бойся, Бентли, это проще паренной репы. Так, еще иначе ключ на охраннику хватит. Нашли кнопку круг, чтобы обокрасить. Может быть, с первого раза у тебя и не выйдет. Он с третьего раза ключ на вдали. Чтобы выполнить безжобный захват броском, нужно подкраснуть противнику сзади и нажать кнопку треугольника, а затем кнопку квадрат. Ладно, ого, он и сообразить ничего не успеет. В общем, мочим внутрь и все. Супер, супер! Теперь открой световой люк, ключом! Так, люк можно открывать, да? Ну ладно, сейчас откроем. Вот, знаете, видите, я пробежал, и некоторые монетки, они так и остались. Почему нельзя сделать, чтобы они сразу же притягивались, вот на месте стоять, например, не хочется. Ну это так, это все мелкие придирки. Иград все равно интересная. Пошла миссия неуполнима. Так, Бентли, я на месте. Дай знать, как отключишь систему охраны. Потерпи, Слайд. Нельзя торопить гения. Ведь у меня в планах настоящий хакерский шедевр. Бентли мозги. Интересно. Последний раз я был в этих катакомбах чуть ли не в детстве. Бить теперь дали играть. Это этим вот черепахой. Просто омерзитель. В инвалидном кресле. Крис можно бить. А из них монетки вылетают. Все, монетки вылетают. Установите их я смогу с помощью кнопки треугольник. Так, бомбу можно кинуть. Увери. Что-то я не докидываю. Ладно, сейчас. Что такое-то? Она прям прицепляется. Вы видите, L3, чтобы отобразить компас. Что-то у меня ничего не отображается. Не вижу. А, вон, вон. Стрелка появляется. Компас называется. Ну ладно. Также двойной пружок. То есть... А, у нее тут... Блин, ну типа. Нормально. Продвинутая черепаха ничем не отличается от слайя, по сути. Интересно, это можно взорвать? Что-то отбалилось-то. Вон, ну-ка. Нет, это невзрываемый забор. Кошки. Кошка не орет. Не тупи, давай, иди дальше. Как-то тянуть резину. А, ну здесь вот специально вот бомбочки нарисованы. Так. Перепрыгнуть не выйдет. Достану-ка я реактивный ранец. Че его доставать-то? Он у тебя уже вставлен. Погнали. То я смогу далеко... Ава технологий. Да-да, мы уже это сделали. Класс. Платформа заблокирована. Придется бросить туда бомбу. Если зажать кнопку L1, то появится дальномер. Блин, сейчас-сейчас мы это сделаем. L1. И бросаем. Ну сразу бы это улучшили, да и все. Треугольник прямое попадание. Если упаду в эту грязищу, куплю новый панцирь. Нормальная шуточка. Здесь, где у нас новый панцирь продают. Так. Ему бы еще не мешало ускорение. Турбин-то есть. Вот тут масочка. Это, по-моему, жизнь. А, нет. Это какой-то, видим, секрет. Потому что показывает, что одна из двух. То есть, на этапе стряга спрятана две штуки. Я помню, просто раньше это были такие жизни. Эти головы, это слая. Видимо, это, видимо, жизни нам сделали все-таки бесконечной, а как бы в кошке это какие-то секреты. Так, люк надо взорвать, да? Ну, сейчас взорвем. Если верить карте, будет управление прямо подо мной. Тут, значит, она опять ничего не взорвает на забор. Так, на всякий случай. Мне понадобится взрывчатка. Вдруг секрет-то где-то делают. А-а-а-а. Не взорваться бы самому. Отлично срезал. Так, вниз спускаемся. Фу. Или это. Тут не попал. Прямо на волосок от гибели. Что с охранной системой, Бентли? Хорошо, отлично. Я уже почти закончу. Ага. Так, ну тут что у нас, армить кнопку себе, чтобы вытворить карту. Ну зачем нам карты сейчас? Понятно, куда идти. Тут можно пролететь, я думаю. Отлично. Погнали дальше. Так, там, по-моему, у нас враги. Надо в них запульнуть гранаткой. Попасть у них. Ну-ка, стоп. Один готов. Второй что-то думает еще. Ладно. Добьем так. А теперь, вторая хакерская атака Бентли. Так, сейчас будет у нас взлом. Хакерская атака Бентли. Привет, старина. Нам надо достичь основного шлюза, пока коды безопасности не выдворили нас из системы. Левый джойстик позволяет управлять кораблем. Как бы вот эти все взломы Бентли сделаны в виде мини-игр вот таких. И по СН отдельно выложили демо-версию, и как бы можно купить отдельный набор вот этих мини-игр и чисто в них поиграть. Правый джойстик управляет битовой пушкой. Битовая пушка пробьет этот франкмавер. Да, вот право маналу, управляем выстрел. Ничего больше, прям его нажимать не надо. Еще суть, заехать до выхода. Сейчас применим. Так, вот он, наверное, этот ключ, да? А вот замок. Ну, все, да? Дальше. Ну, это начал, это будет больше обучение того, как к нам проходить тики-гол-у. Потом будет сложнее. Ячейка улучшения, то включится бронепанцер. Что за ячейка улучшения? Ай-яй-яй-яй. Это я пропустил. Что-то нажимать надо для учения. Ячейки улучшения. А, нет, все-таки я что-то сбиваю, сбиваюсь. Что я, туплю-то? Это мы сбиваем, мы берем ячейку улучшения. Так, теперь у нас танк появился. А, он сейчас танки тоже, вот, мои, тут ехать. Танчики начались как-то. Надо пока снести вот эти вот мешающие на проходе стены, как это назвать, кристаллы. Так, а здесь как раз ключ, да? А здесь разные еще улучшения у нас. Что-то за улучшения. Пусть у него осталось, да? Так, а это что у нас? Ух, а это танк. Ладно, пойдем не ключом. Ага. Чтобы выключить Бранд Мауэр, надо применить к замку шифровальный ключ. Что-то, что-то не надо брать ключ-то. Да, где-то тут должен быть еще и замок. Плюс открыт, пора начинать стыковку. Ну, что, сейчас танк нет? Ну, а танк не будем брать, там нам дадут еще ему опять. Взлом завершен. Ну, это, видим, самый простенький, такие этапы. Потом будет сложнее и сложнее с каждым разом. В принципе, интересно. Мозги немножко можно даже поломать будет, я думаю. Так, ну что, нам дадут еще побегать. И кот развлекается в мелкую крошку. Так, Мюррей, стой вперед. А, теперь Мюррей. Всегда готов в Мердли. У нас теперь разрушитель. Мускул. Тот вор, этот мозги, а этот мускул. Разомнись, выполни пару основных атак. Кнопка квадрат, удар кулаком. О, да. А руки-то будто все коп. Удар кулаком мощный такой. Противник сразу же вырубил. Чейпостат послал в глубокий нокдаун. Это хороший удар. Крестик плюс треугольник. Вот это классно. Все, что вы можете. Конечно, что они еще могут. Это самые примитивные враги были. О, ее что-то он сделал. Газом трубанул. Бедняги, мне вас почти жалко. Что, машина эта стоит тут? Такая вот команда миссии невыполнима. У всех свои функции. Так, ничего, в первый раз так не получается замочить. А-а-а-а! Так, у него уже не тут что-то замигали. Отходите, пуптики! Фюррей раздаст бесплатные щелбаны! Бесплатные щелбаны? Я думал, он бесплатных люлей надает. Ай-яй-яй-яй-яй! Что там тут творишь-то? Что-то не хочешь хвататься-то, да? Ну ладно. Тогда сделаем. Ах ты гад! Жалко, что у Мюрера уже нет этого... Стелсом не может работать. Чисто такой, да? Он выносит всех просто. Так как бы меня тут не вынесли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А-а-а! Ты что творишь? Крыса! Летят, вот... Чё-то нельзя там блокировать как-нибудь? А ты откуда взялся, малявка? Ого! А-а-а, ну кратал, да? Сейчас скинет всех нафиг крыс. Вот это класс! Э-э, у тебя всё в порядке, Мюррей? Теперь да! Мюррей, не забывай о бросках. Нажми на кнопку круг, чтобы топнуть рядом с предметом, и ты его подберёшь. Затем нажми кнопку квадрат, чтобы бросить предмет. А если нажмёшь кнопку треугольник, ударишь этим предметом о землю. Так, что нам надо сделать? Что-то надо взять, да, предмет. Ну, так, и... Пусть, блин, не так я бросил, надо поставить его. Да, блин, а как его бросить-то обратно? Надо разнести эти щитки! Или нужно просто запульнуть туда? А, их разломать надо. Я тут что-то подумал, что там что-то вытащить надо, блин. Куплю вообще. Ладно. Мюррей, и чем-нибудь тяжёлым в эти электричества. Попал как надо. Эй, слайд, система безопасности отключена. Твой черёд. Классный у черепахи руки. Я пошёл. Напоминает одно аниме. Украсть. Что за... Ты же не думал, что я это так и оставлю, а, Полоскон? Кармелита подружка. Бывшая подружка. Хе-хей, Кармелита! Не ожидал тебя здесь встретить. Слай Купер. Никчёмный лживый вор. Я тебя насовсем упеку. Извини, но мне пора идти. Я позвоню. Купер! Добрый вечер. Это Слай Купер. Я хотел бы заказать машину. Так, Слай. Хватит мук ловить. Давай, спускайся. Мы уже в бургоне. Ждём только тебя. Мор-э-во. Поехали. Поместлав, ребята! Так надеюсь на то, что в него не попадут. Теперь я уже машиной управляю. Поберегись. Он особый. Увел вправо чуть-чуть поворачивай там сам. Куда надо. Такое простенькое управление. Отлично. Вот это прыжок. Отличная посадка. Эй, Бентли, не то чтобы я ныл, но, по-моему, наше дело труба. Спокойно, Слай. Просто положи кинжал в машину времени. Отлично. Изотопный распад откалиброван. Запускаю настройку процесса синтеза. Ну что, можешь газовать, Мюррей? Газуем. Слай Купер прожег вам времени. Ну и все, дальше нам понятно. Что еще я могу сказать про Кармелиту? Как видите, отношения у нас с ней непростые. А я сумел сделать их еще острее. Конечно, я не ожидал, что она свалится нам на голову. Она была так занята своим расследованием. Я надеялся, что на меня у нее времени не хватит. Больше того, я на это рассчитывал. Разумеется, мне не следовало недооценивать инспектора Кармелиту Фокс. В свободное время она любила развлечься. Но к своей работе относилась очень серьезно. И нам с ней предстоял серьезный разговор. Но все мосты были сожжены. Останавливаться было нельзя. Я даже подумывал о том, чтобы помириться с Кармелитой с помощью машины времени. Перед отбытием мы попросили своего приятеля Дмитрия Луста, большого любителя диска и дайвинга, присмотреть за енотусом-боришкусом. Брать книгу с собой было нельзя. Другого экземпляра не существовало. А нам нужно было как-то следить за историей. Бентли смастерил особое устройство, с помощью которого мы могли связаться с Дмитрием независимо от того, где бы и когда бы мы ни были. Задумка была превосходная. Он мог рассказывать нам обо всех изменениях в книге, а мы были избавлены от его несносной болтовни о моде. Все происходило так быстро, что последние дни перед отъездом слились в одно большое пятно. Но когда нас закружило во временном вихре, я понял, путь будет очень-очень долгим. Ну что, друзья, вот такая вот демо-версия. Я думаю, вы поняли, что игра из себя представляет, что, ну, в принципе, не могу сказать как насчет, сколько она там сейчас стоит. Ну, не думаю, что до 2500 она должна сейчас стоить, как такие вот полноценные хиты, но в районе полторашки, я думаю, купить ее можно, например. Подход как для детей, так и для взрослых. В общем, довольно-таки неплохой проект. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был Раш Нанидзука. Оставайтесь на канале Игрофильма. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok